друзья всем привет продолжаем наблюдать за волнистыми попугаями сегодня хорошие новости из гнезд вылупи вылетели новые птенцы вот то что на предыдущих видео вы видели они вылупились из яйца вот они вылетали вот сейчас второй птенчик просил кушать у родителей улетел вот смотрите вот сейчас перед нами получается что кто вернее взрослая самка и трое малышей все улетели боятся что касается кормления питания птенцы значит уже начинают сами кушать вот такие вот прекрасные кстати оба мальчика птенцы начинают сами кушать еще активно просят у родителей потому как в среднем две недели после вылета из гнезда птенец еще бегает за родителями просит покушать а потом уже полностью начинает сам питаться ну и соответственно чем дольше вы поддержите с родителями тем здоровей будет микрофлора желудочно-кишечного тракта у попугая сильнее будет иммунитет вот еще малыш прилетел видите попробуем его улетел в общем вот такие малыши сейчас самый для приручения все все улетели значит сегодня у меня на сегодняшний день у меня еще есть здесь в дуплянках значит самка села на вторую кладку здесь вылетели а здесь получается только малыши снова появились сейчас посмотрим давайте сейчас немножечко эту дупляночку вытащим сюда приоткроем крышку видите самочка сидит и под ней вон хвостик птенечка видно остальных она закрыла не видно но не будем беспокоить вот то есть это это я к чему показываю то что возраст раз и видите птица по-разному пошла на гнездо кто-то раньше кто-то позже вот собственно видите гнезда находятся скворечники вернее находятся рядом друг с другом птица по отношению к своим соседям агрессии не проявляет все спокойно все хорошо в плане температуры у меня здесь видите окно открыто окно открыто сейчас у нас уже похолодало ночами достигает температура плюс 15 вон самка вылезла новая почему-то мне все время хочется сказать слова него это самка уже дала первое потомство и вот сейчас она вылезла смотреть где ее птенцы давайте прогоним посмотрим что там сейчас творится она видишь не хочет уходить в общем температура помещение плюс 15 ночью огнем 20 22 не будем ладно тревожить пускай там сильно птенцы хорошо переносят такую температуру кстати говоря первый раз с такой температурой летом как бы осенью обычно зимой топим плюс 18 плюс 17 вот этот птенец кстати говоря ой вот этот самец у него плечи леди не доросли вот сейчас я вам показывал его самочку его самочка сидит на птенчиках вот то что с маленькими птенчиками это он дал потомство посмотрим какие будут птенчики я переживаю сформируется ли у них хорошее оперение или будут такие же как отец но собственно такой обзор значит птенцы вылетели здоровенькие крепкие так что друзья вот сейчас сюда самка еще спряталась вот смотрите какой чисто даже его чисто белым не назовешь он немножко он белый но немножко желтизной самец видите восковица над клем розового цвета это самец улетел хотел вам показать чем кормлю я своих попугая сейчас я вам покажу значит смотрите классическая зерно смесь которая состоит из красного и желтого проса семечек семечки у меня двух видов есть кондитерка есть кондитерка крупная и маслянка мелкая семечка вот маслянка попугай волнистый кушает и то и то но маслянки поменьше кондитерки побольше даю здесь в замоченном виде тоже маслянка и кондитерка помимо семечек в замоченном виде также дается овес пшеница проса желтая красная ну и вот соответственно яичко присыпано пряностями яичко присыпал толченой крапивой сегодня крапива и общем такие сушеные травы даю значит корме я поставил на пол переживал что малыши там вдруг не взлетят ну они взлетают хорошо но все равно пускай одна на полу стоит а вот эту я ставлю на на столик там водичка кормушка все есть вот в общем такое питание у меня при выкармливание птенцов то есть кашу я никакую не даю кто-то варит кукурузу кто-то запаривает овес но этот как можно и так конечно но я вот мне вот так получается я считаю что вот такое питание попугаю полезней здесь идет пророст замочка то есть живое зерно живое зерно вареное попугай по природе не кушает у него не предназначена для переваривания для переваривания в кишечнике так что лучше вот таким кормить но кто кормит кашами то так и продолжайте вот на такое сразу переходить не надо это надо переходить постепенно приучать сначала родительское поголовье а потом уже когда родители будут это все кушать они будут кормить деток и соответственно вы плавно приучите птенцов такой кормежки а сразу сейчас выкидывать кашу и делать замочку я не советую это опасно а вот здесь еще вентиляция есть и видите малышня постоянно туда прилетает я думал может протянет тут тяга хорошая такая ну все нормально все живы здоровы вот кстати тоже самец видите восковица розовая а вот прям ко мне на вот обратите внимание тоже малыша сейчас удается мне снять крупным планом восковица над клювом розового цвета розового это самцы молодые маленькие самцы до примерно до 4 месяцев до 5 месяцев восковица будет таким цветом потом она станет синяя на такой малыш попробуем посмотреть на руку пойдет кто будет приручать вот таким образом плавно подводите руку плавно плавно чтобы попугай не испугался вот пожалуйста сейчас давайте сюда что тут хорошо все улетел в общем друзья подписывайтесь на канал в дальнейшем будем разбирать такие темы как приручить попугайчика волнистого в каком возрасте лучше взять попугайчика самца или самочку там чем кормить но забегу наперед скажу вам сразу что возраст лучше конечно брать вот таких вот слетков с гнезда видите которым но неужели такие в общем друзья всем пока подписывайтесь на канал мои попугаи передаю всем привет желают хорошего настроения удачи в задуманном подписывайтесь на канал Продолжение следует... Вот смотрите, сегодня у нас человек вот заказал клетка-пролетка и даже может ее вольером можно назвать. Значит, длина клетки 70 сантиметров, высота клетки 50 сантиметров, ширина, глубина клетки 40 сантиметров. Это вот это. Значит, здесь получается два поддончика, кормушка. Вот выдвигается кормушка. Все очень удобно. Здесь у нас центральная дверца. Также еще есть боковая дверца. Вот тут боковая дверца. Боковую дверцу сделал для того, чтобы хозяин попросил. Вот здесь он будет Амадин держать. Вот такой домик для Амадин. То есть в боковую дверцу вставляется домик. И там вверху на вот такие специальные приспособления кронштейны он будет вешаться, но только внутри. Здесь будут жить Амадины. Так, это по поводу большой клетки. Теперь про маленькую, поменьше. Так, клетка средняя. Эта клетка предназначена для содержания пары канареек, для разведения канареек. Также вот, друзья, гнездышки у нас из джута. Человек попросил диаметр гнезда сделать побольше, 13 сантиметров. Под какую-то крупную птицу. Значит, что хочется сказать по этой клетке. Клетка тоже обработана, защищена от влаги. То есть ее можно мыть как влажной тряпочкой, так и прям мокрой тряпкой. Кстати, все клетки защищены от влаги. Здесь тоже есть такая кормушка по типу пенала. Но в этой клетке у нас поддон выдвигается в сторону. Вот сюда в сторону. Ну, а эти такие в таком формате только идут. И металлический пруток. А здесь, я забыл сказать, здесь у нас поддоны выдвигаются. Все сюда. Кому-то, ну, может кому-то так поставить, будет удобно на полочке. Здесь пруток бамбуковая палочка. Есть также еще нержавейка, но пока сейчас в наличии клетки из нержавейки нет. Так, размер этой клетки. Ширина 25, длина у нее 50 или 47, по-моему. Все, рулетка моя спряталась. Так, длина у нее 46. Высота у этой клетки 32. И вот, обратите внимание, такая вот маленькая, компактная, красивая клеточка. Кстати, все клетки оборудованы специальными. Привесами, такими подвесами. Вот сюда вешается купалочка. Купалка стандартная подходит. Какая-то нестандартная, наверное, не подойдет, не знаю. Но самые популярные купалки все сюда подходят. Здесь также есть кормушечка-пенал. Вот она, пожалуйста. Сюда вы корм сыпите. А здесь у нас поддончик. Поддончик выдвигается. Тут специальная ручка. И вот таким образом поддон выехал. Вот, видите, тут буртик. Здесь у вас будет бумага. Вы меняете бумагу день через день. Вставляете поддон обратно. Закрываете клетку. И здесь у вас живет кеннер. Такая клетка предназначена для индивидуального... Для одиночного содержания кеннера. Это индивидуальные размеры. Хозяин попросил сделать... Заказчик попросил сделать клеточку. Длина клетки 31 сантиметр. Высота клетки 25 сантиметров. И глубина, она же ширина, 23 сантиметра. Вот, друзья, такой у меня обзор сегодня. Вот такие клетки. Сейчас мы будем все это дело паковать. И отправляем почтой. Продолжение следует...